Здравствуйте! Молодежь в политику, молодежь во власть. Президент страны Владимир Путин не раз говорил о том, что для наиболее талантливых и активных юных россиян необходимо открыть двери в большую политику, чтобы во власть приходили люди современные и эффективные. Хорошей иллюстрацией этих слов стала прошедшая в Судаке вторая конференция Крымского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России», на которой шла речь о подготовке к выборам, внутрипартийном голосовании, формировании избирательных списков и кадровом резерве. Об этом мы сегодня поговорим с гостем студии, председателем отделения, депутатом Госсовета Владиславом Гонжарой. Здравствуйте, Владислав! Здравствуйте, Владимир! Крымское региональное отделение «Молодой гвардии Единой России» самое молодое в стране, но судя по тем результатам, о которых вы рассказали на конференции, далеко не самое последнее. Действительно так. За год нашей работы нам действительно удалось достигнуть реальных результатов. Мы вошли в десятку лучших региональных отделений страны. Полностью сформировали структуру 25 местных отделений. Сегодня в наших рядах по базе данных состоит порядка полутора тысяч молодых крымчан. Реализуется очень большое количество федеральных, региональных и местных проектов. И поэтому, на мой взгляд, действительно, подводя черту за год нашей работы, можно говорить о том, что «Молодая гвардия Единой России» в Республике Крым стала ведущей молодежной силой, которая действительно работает на консолидацию крымской молодежи. Вы одновременно реализуете сразу несколько серьезных проектов. Давайте о них расскажем. На мой взгляд, главным направлением в нашей работе является патриотическое воспитание молодежи. В этой связи мы реализуем проект «Герои нашего времени», который направлен на популяризацию современного героизма. Мы встречаемся с ветеранами Великой Отечественной войны. Подпроект в рамках этого направления – это наследники непридуманной истории. Мы ставим перед собой инициативу создать книгу, которая бы включила в себя историю всех наших крымских ветеранов. Мы понимаем, что очень важно сегодня нам сохранить историческую память, историческую память тех тяжелых лет. Поэтому мы для себя ставим задачу уже в этом году, собрав эти истории, а сбор истории сегодня ведется очень активно по всем нашим муниципальным образованиям, создать такую книгу. Я убежден, что мы получим поддержку руководства республики для того, чтобы ее издать, поскольку на уровне федерации такая книга уже создана. Это был очень хороший, медийный в первую очередь проект. Книга была отправлена более чем 20 руководителям крупнейших европейских и западных государств с точки зрения того, что мы видим, как каждый день факты исторической правды искажаются и искажаются первыми лицами государств. И, к сожалению, это сегодня наша действительность, информационная война, которая против нас ведется. Это наша действительность, и молодежь в этом смысле должна выступать единым фронтом. Другое крайне важное направление – это работа со студенческой молодежью. Мы ведем проект «Зачет», который направлен на защиту прав студентов. Мы не раз реагировали уже на случай нарушения прав студентов в общежитиях. Мы не раз реагировали на проблемы невыплаты стипендий в целом по стране и по республике Крым. И сегодня действительно мы должны защищать наших студентов, помогать им и поддерживать их инициативы. Другое важнейшее направление – это работа с молодыми депутатами. И здесь яркий пример работы социального лифта в «Молодой гвардии». Мой коллега по «Молодой гвардии», руководитель местного отделения города Симферополя, в этом году стал депутатом Государственного совета Республики Крым, заменив Виталия Германовича Нахлупина в депутатском корпусе Крымского парламента. Мы видим, что интеграция молодежи во власть действительно происходит не на словах, а на деле. И не только в период избирательных кампаний. Мы видим, что действительно молодежь сегодня имеет реальные шансы себя реализовать. И вот примеры в «Молодой гвардии» сегодня действительно существуют. У нас на местах очень много молодых депутатов, районных советов, сельских, городских и так далее. И сегодня работать с молодыми депутатами, помогать им работать по 131-му федеральному закону, который регламентирует работу муниципальных депутатов, поддерживать их инициативы, тоже крайне важно для нас. Следующее направление – это, конечно, информационное направление и интернет. Мы видим, как я уже говорил, что информационная война против нашей страны ведется очень сильно на всех фронтах. И мы понимаем на примере уже событий, которые мы пережили, насколько важно в этой войне нам не проиграть. Потому что сфера интернета сегодня, к сожалению, очень сильно затрагивает умы нашей молодежи. И вот хорошие инициативы, правильное формирование консолидированной позиции, в том числе и в медиапространстве, сегодня для нас это тоже одна из главных задач. Мы очень всегда быстро реагируем на различные информационные вызовы, где, опять-таки, либо руководство нашей страны, либо стратегические интересы нашей страны пытаются каким-либо образом задевать именно в информационном пространстве. А что привлекает к вам молодежь? Почему они к вам приходят в ваше движение? На мой взгляд, молодые люди, конечно же, приходят к нам, потому что видят в Молдой Гвардии развитие. Сегодня нам удалось, как мне кажется, создать такую крымскую семью Молдой Гвардии. Как я уже сказал, отделения работают во всех муниципальных образованиях республики. Более разветвленной структуры, насколько я знаю, сегодня у других молодежных организаций нет. Придя к нам, молодой человек действительно попадает в семью, где он может реализовать себя и сделать не просто вклад в свое личностное развитие, но и действительно помочь своему городу, помочь своему району, помочь Республике Крым. Например, как мы в 2015 году приняли закон о запрете алкоэнергетиков. Перед тем, как принять закон, мы активно проработали с точки зрения общественного обсуждения эту инициативу. В городах и районах прошли акции. Сегодня все участники этого процесса действительно чувствуют себя сопричастными к такому большому делу, которое закончилось принятием реального законопроекта. И поэтому сегодня молодые люди действительно в Молдой Гвардии видят как и свой собственный интерес, так и возможность помочь Республике Крым и нашей стране. Впервые в Крыму политическая партия, я имею в виду «Единая Россия», открыто, гласно формирует свой кадровый резерв на должности всех уровней, в том числе и списки кандидатов на предстоящие в сентябре выборы в Государственную Думу. Пока ни одна другая партия на это не решилась. Действительно недопустимо, чтобы такой важный вопрос, кто будет представлять нашу республику в парламенте страны, решался за закрытыми дверями узким кругом лиц. Поэтому и будут предварительные голосования 22 мая. Как вы к этому относитесь? Я очень позитивно отношусь к этой инициативе. Это действительно беспрецедентный случай для политической системы как таковой. Система «Праймерис. Единая Россия» действительно уникальна в нашей стране, поскольку другие политические партии к такой практике не собираются прибегать, они прибегали ранее, поскольку действительно там это все решается колуарно, как вы сказали. А наша партия действительно таким образом позволяет сделать политическую систему, и особенно внутрипартийную систему «Праймерис» позволяет сделать ее действительно открытой. И сегодня каждый желающий, который обладает правом быть избранным, может принять участие в партийных «Праймерис». Я являюсь членом оргкомитета по подготовке предварительного голосования. Мы вот только вчера зарегистрировали одним из кандидатов в депутаты Государственной Думы в рамках внутрипартийного голосования человека молодого, 85-го года рождения, безработного. Но тем не менее он изъявил желание принять участие во внутрипартийных «Праймерис» и в первую очередь для своего развития. Молодая гвардия на второй нашей конференции определила кандидатов, которых мы будем поддерживать на внутрипартийном голосовании. Вы можете их назвать? Я могу их назвать. По Симферопольскому 19-му округу это Андрей Казенко, по 20-му Керченскому Константин Михайлович Бахарев и по 21-му Евпаторийскому Светлана Савченко. Это действительно люди, которые в рамках и своей партийной работы, и работы в Государственном Совете за период два года уже показали значительную работу, показали плоды своей деятельности. Андрей Казенко, как мой товарищ близкий с точки зрения того, что мы с ним стояли у истока формирования молодой гвардии «Единой России» в Крыму. Действительно, как он, никто за интересы молодежи в Республике Крым не болеет и болеть не будет, на мой взгляд. Сегодня действительно крымская молодежь имеет шанс получить в Государственной Думе представителя, который будет непосредственно болеть за интересы молодежи Крыма. И все другие кандидаты из Светлана Савченко и Ксен Бархарев действительно являются очень достойными. И, на мой взгляд, должны одержать победу в рамках предварительного голосования. Но это уже, конечно же, решать нашим крымчанам и избирательным. Давайте вернемся к вашим программам и проектам. Один из них очень интересный – это «Родная гавань». Проект «Родная гавань» – это не совсем проект, конечно же, «Молодой гвардии». Это федеральная инициатива. В этом году летом пройдет форум для крымской молодежи «Родная гавань». Уникальность этого форума заключается в том, что в нем смогут принять участие именно крымчане. Если мы раньше говорим о том, что наша крымская молодежь ездила на федеральные форумы, например, «Территория Смыслов», «ИТОРУП» и так далее, но, к сожалению, не все наши крымские ребята смогли принять участие. То в этом году совместно с Федеральным агентством по делам молодежи и руководством Республики Крым и города Севастополя пройдет такая площадка. Площадка уникальная, порядка 10 дней, насколько я знаю. И все молодые ребята, которые пройдут ее, я уверен, получат очень необходимый для них жизненный опыт, который позволит им стать реальными лидерами общественного мнения, но кроме этого выиграть гранты на реализацию своих проектов. Кадровый резерв – это тоже федеральная программа или это уже наша региональная инициатива? Говоря о проекте «Кадровый резерв», это республиканский проект нашей партии «Единая Россия», который направлен на выявление действительно достойных кадров. Участниками проекта могли быть молодые люди и не только имеющие опыт от 3 лет стажа и высшее образование. На сегодняшний момент более 200 человек уже зарегистрировалось в проекте. Еще пока есть возможность до конца этого месяца зарегистрироваться и принять участие в дальнейшем конкурсном отборе. А те, кто пройдут уже конкурсный отбор, действительно имеют реальный шанс быть трудоустроенными в органы как муниципальной, так и государственной власти на территории Республики Крым. Это тоже уникальная возможность реального социального лифта. Но уже не о молодежи мы только говорим, но о людях, которые действительно сегодня считают, что не могут работать на благо Республики Крым в рамках государственной службы. Но опыт коллег с материка вы учитываете? Конечно, поскольку кадровые резервы создавались и по инициативе других региональных отделений партии, и наша партия в целом уделяет внимание формированию кадрового резерва. И молодая гвардия, в общем-то, это пример кадрового резерва с точки зрения, в первую очередь, интеграции молодых людей в органы власти. Поэтому, конечно, кадровым вопросам в этом плане уделяется очень большое внимание. Власть – это всегда ответственность и умение вовремя принять самостоятельное решение. Вот насколько члены молодой гвардии здесь, в Крыму, готовы к принятию таких самостоятельных решений? Мы, безусловно, готовы, поскольку, как я уже говорил, от молодежи зависит наше будущее, а сегодня это будущее строим мы сами. И от того, какими мы будем, насколько ответственно будем приходить и к пониманию того, какие решения сегодня должны быть приняты, такой и будет наш завтрашний день. Поэтому я считаю, что молодая гвардия в Республике Крым – это действительно партнер нашей партии «Единая Россия», но при этом субъект, который сегодня в первую очередь формирует будущее для нашей молодежи. Владислав, я желаю вам успеха в деятельности на благо нашего Отечества, вам и вашим молодым коллегам. Напоминаю, что гостем в студии был депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара. Оставайтесь с нами.